Добрый день! Мы начинаем третье занятие по компьютерному практику в системе КОК. И давайте мы начнем вот с чего. У нас были, ну, так сказать, основным заданием, грубо говоря, на дом было, значит, сделать контрольную. Большинство, насколько я понимаю, прислали что-то, не прислали. Ну, дедлайн вышел, но, пожалуйста, присылайте, потому что все равно за что-то как-то нужно получать. Вот. А для такого, ну, так сказать, для интереса у нас были две задачи. И первая из них – это теорема Кантера. Вот давайте мы спросим, значит, у публики, решил ли кто-нибудь, или, может быть, хоть что-то обсудить, что-то не получилось, или еще что-то в таком духе. Ну, я решал обе задачи. Кантера полностью решил вторую. Ну, там был про простые числа. Не полностью. И у меня вот вопросы есть в основном, потому нельзя ли какие-то листа, ну, проще написать, чтобы, ну, как-то... Ну, давайте начнем тогда с Кантера, действительно. Значит, а потом перейдем ко второй задаче. Вторую, может быть, мы сегодня полностью не разберем, просто чтобы не потерять время. Но, насчет Кантера, первый вопрос ко всем – нет ли возражений против этого? Может, кто-то хочет еще подумать. Ну, если нет, то тогда, значит, сейчас мы будем Кантера показывать. Вот, и вперед. Ну, довольно короткое, кстати, рассуждение. Да, здесь более-менее, значит, коротко. Единственное, тут у меня даже в одном месте функцию определял, пришлось посмотреть решение, то, которое было. А, ну, да, было и было решение, да. Да, потому что мы такое не писали вроде бы еще. Да, правильно, это мы сейчас, может быть, даже обсудим, эту вещь. Так, ну, тут такая лема – это просто контрпозиция. Не знаю, почему я ее выделил в отдельной лему. Ну, да, видимо, можно было бы контрадикт как-то прям внутри кода это сделать. Ну, выделили и выделили, это просто да. Но она… Сейчас, правильно я понимаю, что она не использует классику пока что. Это чисто интуиционистская вещь. Ну, это да, вот здесь интерес, нет никакой классики. Ну, да, то есть, фактически, давайте мы поясним, что такое не B. Это B – стрелка ложь. А не A – это A – стрелка ложь. То есть, у нас есть A – стрелка B и B – стрелка ложь. А нам нужна A – стрелка ложь. Фактически, вот это контр, в том виде, как здесь написано, это, на самом деле, частный случай просто транзитивности импликации, на самом деле. Вот. Ну, и, собственно, сама теорема Кантера. Значит, но ввели… Нам нужно доказать, как мы помним, в чем заключается утверждение теоремы Кантера, что не существует… Ну, как бы в такой самой стандартной формулировке не существует билекции между множеством и множеством всех его подможеств. В нашей формулировке не существует инъективного отображения из множества, ну, булевых функций… Ну, как сказать, не булевых, неправильно. Из множества всех подможеств данного множества, которое мы записываем как множество отображений из множества в проб. То есть, это как раз и есть подможество. Ну, да. Отображение из-за… На самом деле, загружена классика, и поэтому, раз она здесь есть, то на самом деле проб – это настоящий как бы булев тип, потому что про любой объект типа проб мы знаем, что он либо верный, то есть он А, либо он, значит, ну, сводится ко лжи. То есть, на самом деле, можно доказать такую вещь, что два любых, так сказать, истинных, там, они равны в некотором смысле и наоборот. То есть, поэтому тут как раз это булево. А без классики это, по-видимому, вообще не доказывается, поэтому, ну, как бы, вот так. Ну, да. Значит, и что, вот, не существует такого отображения F из, вот это у нас фактически множество всех подмножеств, потому что что такое отображение? Из А фактически в двузначное, ну, двузначное множество. Это, как мы знаем, подмножество. А в А. А вот это утверждение, что для любых по ИКУ и так далее, это просто запись того, что оно инъективно. Да. Так, если образы совпали, то совпадают правы. Да, ну, а отсутствие объективного, это еще, это более слабое, на самом деле, утверждение, классическая теорема Кантера. Если нет инъективного, тем более нет объективного. Ну, да. Поэтому это более сильное, на самом деле. А доказывать его проще, потому что у вас, фактически, вы именно это доказываете, а второе условие будет просто болтаться и мешаться. Ну, да. Фактически. То, что все реактивно можно, это очевидно. Ну, то есть... Ну, да. Может отдельно доказать, но как бы это... Да. Ну, соответственно, нам нужно доказать отрицание. Для этого я его свожу к компликации ко лжи. Вроде бы. Да, и вас получается вот так вот. Да, да. Дальше, ну, я хочу, как бы, предположить, что она существует сейчас. И свести это к противоречию. Для этого я, ну, как раз-таки, выделяю эту функцию, которую я назвал φ. Ну, можно было f назвать. Ну, как бы это вот отображение из множества всех подносостов наше множество, для которого известно вот H0, это его инъективность. H0 — это инъективность P. Да, хорошо. Вот. Дальше, как мы помним, в чем заключается... Ну, как доказывается теорема Кантера. Говорится, что существует... Мы выбираем функцию из А в проб, которая, как вот здесь написано... Сейчас я каждый раз с трудом соображаю. В общем, там диагональная нужно вот эту функцию определить. Функция, которая истинна на некотором... Так, как это правильно сказать? Ну, тут вот вопрос, который через φ это делаем. То есть, ну, смотрите, что написано здесь. Представляете, что вместо φ от P был бы просто какой-то X. То есть, было бы сказано, что R от X истинно тогда и только тогда, когда не выполняется что? P от X. А P от X — это как бы φ в минус первый от X. То есть, как бы для любого X он обладает данным свойством, если и только если он не содержится в своем прообразе. Но проще это действительно пояснить так, как здесь написано. Мы строим такую функцию, что если у нас есть такой... Ну, это не функция, это критикат. Это множество таких элементов. А каких элементов? Значит, в нем лежит φ от P, если и только если оно не лежит в своем P. Ну да, как мы помним, мы берем на диагонали... Ну, на диагонали мы элементы с отрицанием берем, чтобы в каждой строчке... Ну, вот этот самый исходный метод Кантера. Чтобы у нас на элементе, как бы, соответствующем... На соответствующем подмножеству... Мы предполагаем, что у нас есть, как бы, вот это... Ну, можно считать условно биекция. Ну, здесь не биекция, конечно, а инъекция. Но для простоты биекция между множеством и множеством всех подмножеств. Соответственно, каждому элементу соответствует некоторое подмножество, и мы смотрим, принадлежит ли данный элемент своему подмножеству. Если принадлежит, то мы говорим, что нашему он не будет принадлежать, а если не принадлежит, то будет принадлежать. Ну да, мы говорим о тех элементах, которые не лежат в соответствующих им подмножествах. А потом мы скажем А давайте возьмем теперь элемент Который соответствует этому самому r И посмотрим лежит ли он Так сказать Ну верно ли r от f от r И оба варианта будут негодными Потому что если r от f от r верно То оно неверно А если оно неверно то оно верно Тут мы классику кстати говоря используем Да Но как раз таки Дальше нужно показать Что такая функция действительно существует И здесь я посмотрел Как пишется Нам нужно Нам нужно что Нам нужна функция из a в проб Которая вот этому Свойству удовлетворяет Я утверждаю что если мы возьмем Вот Возьмем функцию Которая принимает аргумент a А возвращает вот Значение такого выражения То она как раз и будет та которая нужна То есть Ну то есть здесь написано на самом деле что такое p p это f в минус первой от a Так неформально То есть мы действительно берем Для каждого элемента мы говорим Что он лежит в нашем этом подмножестве Если и только если p Неверно что p от f в минус первой от него Это и будет то что нужно Ну а поскольку у нас нет операции обращения То мы вот через квантер существования Мы говорим что не существует такого p Что оно является прообразом этого a маленького И для него верно p Само оно же Ну вот такая вот штука Диагональная операция Есть ли здесь вопрос Это ключевое на самом деле соображение И тут давайте сразу поясним Что есть это вот здесь фан Которое вот фан от a Это на самом деле Ну высоким слогом Это лямбада оператор То есть это операция Которая берет аргумент Возвращает его То есть строит функцию Конструктор функции Есть вот такой Что можно взять аргумент a И построить так сказать Это вот то что такая стрелочка С палочкой слева В математике обычно Ну и пойдемте дальше давайте Так ну теперь у нас В нашем предположении Появилось вот это Да вот эту функцию нужно Нужно доказать что она Обладает нашим свойством И это делается достаточно рутинно Насколько я понимаю Да ну да Потому что она По сути это очевидно Как бы Но здесь где-то должно Использоваться наверное Все таки в условии h Инъективность Или здесь его нет Или он потом будет использоваться Здесь вроде бы нет Это мне кажется Потом должно быть Хотя не уверен Я честно говоря Это то я делал очень давно И сейчас не уверен Ну в общем Наверное Наверное я не буду Все здесь пояснять Или как В доказательстве Ну вы как слушатель Я понимаю Как бы Если тут есть какие-то вопросы То давайте Можем медленно Пройти по нему Ну хорошо Вот у нас есть Вот эта функция Мы доказываем Для нее Для нее Для нее Наши свойства Что мы хотим доказать Мы хотим доказать Вот это Что для любого П из А в проб И Р от Фи от П Тогда и только тогда Когда не П от Фи от П Ну мы Вводим Наш П Предикат Некоторый Соответственно Надо доказать Что Нет Я что-то не прав Почему здесь Почему здесь Отрицание появляется Да потому что NoteExist Все правильно В выделении Этого самого Нашей функции Там же Там и там Это отрицание Все нормально А да 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 Все 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 Конечно Мы Мы просто У нас R вместо R Это подставляется Вот это вот Выражение Да 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 Там и там отрицание Но на самом-то деле Понятно что Его можно С помощью вашего Контур Снять Но вы собственно Это и будете Сейчас делать По-видимому Ну да Но сначала Вы разбиваете Просто его На конъюнкцию Двух импликаций Это равносильность Да Ну да Нам надо доказать Что R от Фи от П Тогда и только тогда Когда что-то там Мы соответственно Разобьем Это на два утверждения В одну сторону И в другую Да В одну сторону Вы говорите Что если П от Фи от П То вот это П вы возьмете В качестве П 0 Да Ну то есть В эту сторону У нас С обоих сторон Отрицание Мы применяем Контрапозицию У нас становится Утверждение Без отрицания Значит Вводим этот П от Фи от П Который у нас есть И говорим Что он и есть П 0 Да Ну и Оба утверждения Которые здесь Нужны Что Фи от П Равно Фи от П Это вообще-то Тривиально Ну и что П от Фи от П Это гипотека А вот в обратную Эту сторону Вам как раз Понадобится Вот этот самый H 0 Потому что Что здесь будет Происходить Давайте сначала Неформально поймем Здесь написано Что неверно Что П от Фи от П Значит неверно Что что Ну вы сейчас Сразу примените Контрапозицию Давайте ее Применим Чтобы было яснее И здесь С одной стороны Напишем Что есть Некоторый П 0 Такой Что Фи от П 0 Равно Фи от П И П 0 Обладает Нужным свойством А с другой Сторон написано Что П Обладает Этим свойством И вот тут Как раз Вам понадобится Фактически Вы будете доказывать Что П 0 Равно П Да Да Конечно А это И пользует Как раз H 0 Если Фи от П 0 Равно Фи от П Ну и дальше Ну да Сейчас вы Естественно Вытащите Гипотезу Достанете Оттуда П 0 Вот это Следующие Полторы строчки Так сказать Ну то есть Мы Вносим Гипотезу Разбираем Находим П 0 Который у нас Стал Иксом Ну тут Можно было Скать Интра П 0 Для большей ясности Да Но теперь Я не буду Переделывать Ну давайте Х это П 0 Х это П 0 И дальше Значит Вводим Нашу гипотезу Про Про этот Х Соответственно Разбираем Эту гипотезу Снова Все Вводим И Дальше Собственно Я утверждаю Что вот этот П 0 Это и есть И П То есть Утверждаю Что Х Равен П Это как раз О чем Речь и было Ну и Это верно Просто Потому что H 0 Это Эктивность Да Все А сам Это Эктивность Дальше Следующее Моё утверждение Что Х Ну теперь Можно Вот тут Наверное Можно попроще Давайте вернемся Немножко назад У вас есть П от Фи от П А Нужно П от Фи от П А есть Х от Фи от П Вы можете Сказать Наверное Реврайт Х5 Х5 Но Со стрелочкой Обратной Вот так Получится А перед ней Меньше Минус А что это означает Это Смотрите Это переписывание Перевернуто То есть Х5 Это Х Равно П А вам На самом деле П Равно Х А Вот Понятно Но только сейчас Он скажет Х от Фи от Х К сожалению Да Давайте Напишем Вот что Реврайт Х5 Ин Х4 Вы можете Еще и Такое Сделать Реврайт Тоже Перевернутый Не Не перевернутый Теперь обычный Будет Обычный Ин Х4 Мы в Х4 Заменили Х на П Вот это Наиболее Чистое Пожалуй Здесь Решение Будет И теперь Просто Асамшен О Замечательно Это Это Некие Такие Трюки Сразу Про Радост Мы Сегодня Поговорим Еще Рассказываю Про него Так Тогда Нам Вот это Не Нужно Да И Вообще Все Это Уже Все Мы Доказали Собственно Нашу Лему Мы Доказали Вот это Вспомогательное Утверждение То есть Что мы Сделали Мы Сделали Ассерт Что Существует Такой R Что Вот это Свойство И теперь Будем Им пользоваться Теперь Мы Этот R Абстрагируем Обратно С помощью Элима У нас Появился R Ну и Соответственно Про него Известно Вот это Свойство Самое Главное Но R Это Даша Диагональная Функция Которой Мы Говорим Что Ничего Не Соответствует Ну то есть Мы Сейчас Утверждаем Мы Посмотрим На то Какому Элементу А Оно Соответствует При помощи Фи Фи Наша R Куда-то Отобразит Такой-то Элемент И докажем Что Никуда Оно На самом деле Отображать Не может Просто Потому Что Мы Так Определили R Что Оно Противоречит Этому Да Теперь Вы Разбираете H2 Сначала С R То есть Вы Это H2 R В чистом Виде Правильно Да Так Да Именно Потому Что Мы Как раз Таки Будем Доказывать Мы Как Будем Доказывать Что R Ничего Не Соответствует Что R Как раз Про Себя Говорит Ну Приводит Противоречь Нам Это Но Эти Нам Утверждения Дальше Помогает Помогает Ну И Вот Тут Классика Которая Без Которой Не Обойтись Что У Нас Либо R От Феатер Либо Не Р От Феатер А Как Б В Обоих Случаах Мы Видим Здесь Противоречие На самом Деле Потому Что У Нас R От Феатер Ведет К Не Р От Феатер А Не Р От Феатер Ведет К Р От Феатер И То И То Очередно Да И Дальше Действительно У вас Ну Как То Все Это Сведется Ну Вот Тут Давайте Мы Немножеч Все Таки Подумаем Потому Что Вот Интуиционистки Из Того Что А Равнасильно Ну Фактически Что Это Получилось Какое Это А Равнасильно Не А Вот Нужна ли Нам Здесь Классика Чтобы Привести Это Дело К Противоречию Давайте Мы Все Немножко Об этом Подумаем А Равнасильно Не А У вас Фактически К этому Все Свелось Да То У вас А Равнасильно А Влечет Ложь На самом деле Так Правильно Я Понимаю Да И Нужно Доказать Давайте Мы Попробуем Можно Из Этого Вообще Доказать Ложь Без Классикой Понятно Как Это Делается А Вот Здесь Это Написано Правильно А Можно Это Сделать Без Классики Чисто Интуиционистки Казалось Бы Тут Все Так Ну Понятно Классически Проще Сделать Но Давайте Немножечко Об этом Подумаем Все Вместе Может Ли быть Истинное Утверждение Что Что Равносильно С Да Тут Есть Какое Тут Фактически Здесь Все Инкапсулировано У нас Это H3 H4 Как раз И говорят Что Есть Какое Конкретное Утверждение Ну Ну Это Эрот Фетер Нам На самом Совершенно Не важно Что Это Эрот Фетер Это Произвольная Совершенно Какое Это Так Вот Оно Равносильно Своему Отрицанию Не Можем Либо Из этого Сразу Получить Ложь Так Сказать Интуиционист Ну Я Пытался Строить Модель Контроподель Клипкий Да Как Как То Не Верится В Это Так Сказать Ну Просто Здесь У нас Фактически А Влечет А Влечет Ложь Да Мы Знаем Да Ну А Влечет А Тоже Стоп Если У нас А Влечет А Влечет Ложь Из этого Нельзя Получить А Влечет Ложь Вот Именно Смотрите Как бы Давайте Я напишу Это Сейчас На Этому Самому На Сейчас Я Вот Что Могу Написать Смотрите А Вот У нас Есть Смотрите Что А Влечет В частности А Влечет Ложь Правильно То есть У нас Дано Что А Равна Сильно Не А Да В частности А Влечет А Влечет Ложь Но Отсюда На самом Деле Мы можем Ввести Просто А Влечет Ложь Правильно Согласны Ну Это Это Интуиционистская Вещь Да Потому Что Ну Мы Абстрагируем И мы Просто Два Раза Применяем А Это Правило Сокращения Так Называем Оно Не Применяется Там В Линейной Логике Но Здесь Оно Есть Но Теперь Что Мы Получили Мы Из Вот Нашей Гипотезы Из Вот Этой Получили А Влечет Ложь То То есть Не А А Значит Мы Получили Также А Давайте Попробуем Это Реализовать Сейчас Будем Здесь Реализовывать Я бы Как отдельный Лему Это Реализовал Хорошо Лем Как Лем Это Л Хорошо Нет Просто Я Просто Не Придумал Пока Название Я Решил Кстати Внешние Скобки Можно Не Ставить На Сам Деле Это Тут Все Нормально Да Руф Интро Наверное Но Ред Да Интро Нет Тут Тут Нет Тут Сначала Еще Сказать Наверное Ну Интро Опять Жен Сказать Да А теперь Разбирай Или Лем H Вот Нет Способа Ред И Как ей Пользоваться Давайте Дать Погментирую Ред Значит Я Доже Буду Сейчас Рисовать Значит Ред Работает Вот Смотрите У нас Есть Значит Вот Такая Запись Не А Да Но Если Мы Скажем Это То же Самое Синтаксически Что Написать Вот Так Not Это Просто Одно И то же Да Но Если Мы Спросим Что Такое Not То Он Объяснит Что Not A Это То же Самое Что А Влечет False Да Вот Тут Это Написано Видите Тут Функция Которая Берет А Из Проб И Возвращает А Влечет False Соответственно Вот Как нам Перейти От Вот Такой Вот Записи К Вот Такой Надо Разобрать Not По Определению Правильно Вот Для этого Служит Тактика Red Она Просто Открывает Определение Нерекурсивное Это Просто Определение Definition Как бы Да Что Not A Это А Стрелка False Мы Можем Делать Red Просто Так Тогда Это Будет Значит Мы Упростим Ну Как Упростим Разберем Нашу Цель То есть Была Цель Отрицания Чего-то А Стало Значит Само Это Что-то Вот А Можно Сделать Red In Какой-то Гипотезе И там Он Раскроет Это Не А В А Стрелка False А То есть Можно Вот Так Сделать Вместо Элима Нет Ну Элима Нам Всего Понадобится Потому Что Нам Нужно Конъюнкцию Разобрать Ну Да А Смотрите То же Самое Работает Для Этого Самого Для Равносильности То есть Опять же А Равносильно Б Это Что Такое Это По Определению Равно А Стрелка Б И Б Стрелка А Ну Вот Вы Разобрали На Две А Вот Все Таки Нету Каких-то Какой-то Возможности Избавиться От Вот Этих Промежуточных Шагов Потому Что Кроме Всего Прочего Получается Вот Эти Вот Утверждения Которые Абсолютно Бессмысленны При Наличии Вот Этих Утверждений Ну Как-то Они Странно К сожалению Ну То То есть Это Некая Такая Вот Особенность Ну Как Вы Должны Разбирать Вот Эти Вот Это Формально Говоря Конъюнкция Вот Он Ее Должен Разобрать Нет Ну Просто Можно Было Написать Ну Как-то Это Компьютер Может Понимать Что Если У него В посылке Конъюнкция То Он При Записывании Ее Гипотезы Сразу Должен Разобрать Если Существование Можно Написать Какую-то Более Мощную Тактику Интернесс Значит В принципе Вы можете Это Сделать На языке Тактик Ну Здесь Видимо Не считают Не настолько Проблемой Чтобы Ну Просто Там У меня В другом Доказательстве В результате Получилось 20 Штук Гипотез Из Которых Больше Половины Это Были Такие Гипотезы Которые Ну Только Засоряли Ну К сожалению Ну Пойдемте Дальше Да Ну Соответственно Здесь Мы Хотим У У У Сейчас Мы Хотим Из Вот Этой H0 Получить Острелка Фолз Да Так Можно Еще Просто Посмотреть Как Первый Ред Работает Ну Вот Который После Интера Он Просто Вот Не Что-то Заменяет На Что-то Влечет Фолз Потому Что Такое Определение Соответственно Здесь Равносильность Заменяем На Камьон Так И Сосной Нам Нужно Или Или Как Не А что вы хотите Вы хотите Получить Этот Самый Ну Можете ОСЕР Написать Действительно ОСЕР ОСТРЕЛ Ну Опять Теперь Интерус Наверное А Все Интерус И Теперь ОСЕР Да Теперь ОСЕР ОСЕР Ну Ясно И у вас Видите Два раза А появилось Давайте посмотрим На ОСЕР Если бы он был Разобран Было бы А Стрелка А Стрелка Фолз Видите А Стрелка Не А А у вас Есть гипотеза А Ну и Поскольку Опять Логика У вас Не Афинная Нелинейная А интуиционистская Вы можете Использовать Гипотезу Несколько раз Мы Два раза С помощью Ассамшн Примени А мы При помощи Ред Можем Прямо Внутри Ашноль Как то Можем По моему Как то Можем Но Я сейчас Не вспомню Как Сейчас Давайте Попробуем Да Так и Сработало Так Сработало Но По сути Здесь Нам не Нужно Да Ну на самом деле Этот рейд Он не всегда Нужен Он скорее Больше Для ясности Чтения Потому что Кок Ты знаешь Что такое Не А И когда Здесь Сказали Аплайв Он уже Его фактически Распаршил Как Астрелка Так И значит Ашноль Теперь Нам Нужно Ну Все Понятно Все Понятно Ашноль А Это Так Или Нет Все Правильно Теперь Аплайв Ашноль 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 Я думаю Прямо так Ашноль 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 То же самое Ну и теперь Давайте применим Эту лему Внизу Где нужно Замечательно Так Так А классику Вы Не Вы не разбирали Классику Все Пришли А нет Я здесь Просто Стер А вы убрали То что было Все Значит Давайте Тогда Теперь Теперь Аплай Л Да Аплай Л Да Ну С чем Ну Но Надо Понятно Понятно Ему Надо Передать Что Это Эрфи Эр И скобки Еще Скобки Правильно Это Да Но Нет Все Здесь Не нужны Скобки Надо Эр От Фи Иначе Будет Эр От Фи Примененная К Это Он Поймет Эр Вот Вот Так Да Вот Это Правильно И Что Вы Лишнее А Нормально Все Вперед Так Нет Стоп Сейчас Здесь Мы Должны Написать Да Он Просто Может Подеть Что Уже Есть Оплай Ах Два Надо Сказать Будет Нет У нас Аш 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 А Кстати говоря Наверное мы могли просто здесь могли разбирать его да не разбирать и могли вообще убрать этот небо вообще убрать и лим вот вот у вас есть h2 до вот следующую строчку можно выкинуть теперь вот это apply и теперь apply h2 просто и все он поймет потому что ну у вас вас два же уже равносильность написано к дать то есть вы вы как бы здесь просто for all написано у нас конкретные у нас конкретно да но он знает какое то r поэтому здесь даже не нужно apply h2 ему нужно подсказывать с каким аргументом и стали мы получили без классики дам получили интуиционистское доказательство этой самой теоремы кантера на самом деле она все-таки верно да ну вот удалить даже классику явно и посмотреть ну пробежаться по ходу заново и посмотреть что получится да значит это на самом деле довольно важное соображение почему давайте так немножечко может здесь философии скажу значит она вот какая ну вообще как бы с чего начинается вот интуиционистская логика и все эти вопросы а связанные с ну как бы философии математики значит у нас была такая проблема в ну значит в кантеровской наивной теории что можно рассмотреть такое множество состоящий из всех иксов которые ну да даже просто множество всех множеств да то есть а здесь просто написать константу так сказать true да истина это так сказать это множество всех множеств кантеровская теория множеств позволял так сказать обозначим вот скажем м большое и мы видим следующее если мы такое значит создадим это вот один из вариантов парадокса ну вот парадокса в теории множеств да то есть с одной стороны мы знаем что у нас мы работать множества всех подобного потом и мы знаем что это множество является под множеством этого м потому что мопыт вообще всем нам tego вы сможете вообразить а потом это руб какие-то конкретные множества значит соответственно здесь возникает некая функция вот это f и это функция естественно инъективны а потому что она не объективны возможны но она инъективны и потому что ну это просто вложение это так сказать отождественная на самом деле а теперь мы говорим что по теореме кантера такой функции не существует который по той же самой теореме кантера которую доказал тот же самый кантер который придумал эту самую наивную теорию вот в нашем случае это же не не потом буквально это все-таки пункт значит да но да это правда да это правда это функции как бы в ну да где книг не есть некое жульничество так сказать да вот значит вопрос все как мы определяем по темп ну по темп это тоже ну как бы это предикаты на м но не на самом деле даже даже хуже если мы их определим как функции в так сказать ну можно это можно честно сказать да что у нас что такое так сказать в частности смотрите что можно сказать что у нас вот наше это вот ну как бы вариант по темп такой как бы интуиционистский это что такое это м стрелка проб да ну где проб это значит ну вот этот странный мир так сказать интуиционистских истин которые мы не очень понимаем как устроены но мы можем сказать что окей давайте мы рассмотрим все-таки настоящие п и рассмотрим такого вида это как бы у нас будут наши так сказать вот п п такое да и рассмотрим конкретные виды п такие что п от элемента x то есть у нас есть какое-то подмножество так сказать n подмножество м то рассмотрим пнт от x которые есть так сказать утверждение что x принадлежит н большому это частный случай вот такого предиката правильно и таким образом здесь у нас была функция которая инъективно отображает все предикаты в элементы м то она тем более отобразит и эти предикаты правильно и это он тоже будет инъективным то есть у нас как бы для подмножество этот частный случай вот этого предиката в классическом случае одно и то же правильно а в интуиционистом возможно есть какие-то другие то есть таким образом смотреть что получается что вот это противоречие которое разрушает наивную теорию множеств кантера и это противоречие вызвало к жизни вот эти все эти дискуссии о значит то как переделать основание математики но наименее радикальные подходы которые собственно и применяют сейчас заключается в том что просто вот эту вот аксиомы неограниченной свертки x такой что верно какой-то feat x мы отрицаем не включаем нашу систему да а вместо этого пишем какую-нибудь другую аксиому там но обычно типичный там x лежит в каком-то множестве там а такой что feat x ограниченная свертка и соответственно получается отсюда аксиоматика термела френкеля которые там или вы знаете либо вам и там расскажут какой-то момент на лекциях по математической логике а другие подходы были более радикально один из них был подход от интуиционистки и он как раз вот опирался на то что вот это вот доказательство теоремы кантера который мы видели сегодня в начале занятия она использовала закон ученого третьего если отказаться вроде как все будет хорошо но вот это показывает нам что ничего хорошего не будет что даже интуиционистки можно доказать теорему кантера и прийти к тому же самому противоречию с понятием множества всех множеств то есть интуиционизм это замечательная совершенно вещь и он дал огромные плоды и как одна из первых не классических логик и как одна из конструктивных логиков частности на нем основан как это на самом деле будет важно и мы увидим насколько существенно но вот эту проблему интуиционизм в таком смысле не решает вот как бы то философское замечание которое мы можем вынести из вот этого рассматривания в этом плане в кок просто нет множества да его нет его действительно нет мы не можем его построить в кок иерархической теории системы типов то есть у нас есть на самом деле ну как есть некая сущность есть тип всех множеств которые мы называемся но этот сет сам не является множеством он является элементом так сказать нет ну он ну не формально пишут вот так на самом деле здесь нужно единичку нарисовать то есть у нас а как бы есть иерархия вот этих вот универсумов так называемых с этот самый маленький еще проб мы поговорим чем отличается от сет и почему они существенно различны в нашей ситуации но значит они являются элементами как бы type 1 type типов первого уровня сами эти типы они там живут сайт ай поднимает элементом type 2 и так далее то есть он здесь все вот так вот и иерархизировано а это можно погрузить теорию множества ну так называемыми недостижимыми кардиналами если интересно я могу дать ссылки то есть грубо говоря можно ну вообще в рамках теории множеств можно построить модель теории множеств то есть у нас есть большая теория множеств и есть маленькая где класс всех этих внутренних множеств образует множество с внешней точки зрения с внутренней конечно это не множество но дальше мы соответственно над ними строим еще и еще вот тут есть так сказать система этих типов их как они был порядочных натуральные числа по типу они то есть как бы совокупность всех множеств коки есть она интернализован но сама на множеством не является и поэтому вот эти проблемы снимать а вот ключевое слово type она как как бы такое немножечко неформальное но каждый раз разыменовывается соответствующий уровень иерархизировано типов хорошо значит теорема кантера мы на этом закончили ну давайте вторую задачу про значит эти самые про делимость давайте отложим на следующий раз иначе мы не успеем сегодня что-то содержательное пообсуждать вот ну соответственно все кто ее решал или пытался решить будут думать еще значит давайте мы немножечко вспомним и поговорим о индуктивных определениях которые у нас были значит в прошлые разы значит ну если мы напишем принт на то у нас будет вот такое вот индуктивное определение натуральных чисел значит у него есть базовый конструктор 0 и значит конструктор взятия следующего а есть также значит как мы уже вспомним есть например n или лучше о сказать это или то есть тоже формально определяется как индуктивный тип у которого два конструктора но уже оба не рекурсивные как мы можем построить доказательства как бы дизъюнкции ну а либо доказать а и с него с помощью конструктора or intro левой сделать доказательства либо или вот тут давайте немножко прервусь и значит скажу то что нужно было сказать самом начале а именно про а так называемое соответствие карри говарда и значит то как вообще устроены вот эти вот тропы у нас да значит соответствие карри говарда она устроена так значит а утверждение высказывания они будут соответствовать типом или формула а а доказательства ну или как говорится свидетельство пользу истинности этих самых формул они будут соответствовать объектам то есть это объект типа а большого а сам а большой он живет в типе проб в универсуме проб то есть соответственно как у нас будет происходить ну например мы классические примеры знаем допустим а стрелка b а стрелка там b стрелка c а стрелка а стрелка c вот такой объект значит универсумы вот это вот проб это универсум универсумы или там еще как по-разному звать универсумы отличаются от обычных типов тем что они замкнуты относительно операции построения типов то есть универсум он замкнут относительно чего ну во первых значит зависимого произведения а во вторых индуктивных определений вот обычный тип вообще говоря не замкнут то есть представьте у нас есть какой-то тип какое-то множество да допустим у нас есть какой-то а а ну а плохо давайте с с с допустим он живет в сет и у нас какие-то элементы а и b например лежат в этом с но а стрелка b ну вообще говоря непонятно лежит она в с или нет это функции а и b это множество они лежат в каком-то а либо это элементы вообще и непонятно вообще можем ли мы взять такой вот тип ну представьте что с например это над вот могу я написать что-нибудь такое допустим там 10 стрелка 15 ну скорее всего кокс каждый просто ошибочно так делать нельзя а вот универсум и замкнут таких операций ну проще всего это понять на примере сет да то есть что такое сет значит в сет мы можем строить новые множества посредством индуктивных определений как мы строили например над а также мы по моему строили множество там эти бинарных деревьев каких-нибудь это тоже некое множество вот а с другой стороны значит мы можем делать зависимое произведение ну самый частный случай что есть у нас есть два множества а и b которые лежат сет то тогда а стрелка b как множество функций за b но это тоже множество лежит с значит более того есть зависимое произведение ну вы помните мы рисовали эту картинку такую вот есть у нас значит там множество и у него из каждого элемента вот идут куда-то и это называется там зависимое произведение ну вот это значит тоже конструктор по множеству вот проб это такой же универсум в том смысле что он замкнут от этих операций и в частности отсюда будет следовать что вот эта вот штука это тоже объект типа проб и квантер всеобщность тоже дает проб и более того вот эти вот индуктивные операции тоже дают вот это а он на самом деле здесь написано or а b это тоже будет элемент типа проб то есть у нас значит проб замкнут относительно логических операций которые реализованы либо как зависимое произведение либо как индуктивные определенные типы ну и как его населить но вот эта вот штука населяется а вот таким вот значит объектом здесь же вот здесь живет функция которая реализует что ну она должна принять на вход какой-то так сказать там x типа а стрелка b дальше она возвращает очередную тоже функцию которая принимает y типа b стрелка c потом она возвращает опять же функцию которая принимает z типа а и наконец нам нужно собрать из них что-то типа c а как это сделать нужно взять значит сейчас правильном порядке только сказать нужно взять объект типа а вот наш z применить к нему вот эту штуку и это будет объект типа b а потом принять нему вот этот y значит соответственно нужно сказать y от xz вот такой вот здесь будет объект вот это вот функция вот так также называется на лямбда термом вот такое выражение для функции здесь появляется слово fun которое происходит конечно не от слова веселья от слова функция а значит оно в такой математической литературе пишется лямбдой соответственно в книжках по математике это было бы написано по логике так сказать было написано следующее лямбда x лямбда y лямбда z y от xz ну и xz это x от z так сказать имеется ввиду вот значит вот такая вот здесь штука то есть смотрите на самом деле наше значит утверждение наше высказывание они как бы похожи на множество то есть в них это некоторые такие совокупности а населяющие их объекты это доказательство соответствующих утверждений правильно то есть пропад такой же универсум как сет но значит будут существенные отличия на самом деле в его имплементации иногда в чем-то правильный иногда на самом деле довольно неприятный отличие основное которое отличает на самом деле пропад сет включается в принципе независимости от доказательства или в принципе пруф и релеванс пруф и релеванс работает следующим образом он говорит следующее что если мы ну смотрите как вы типично себя вот вели когда у нас было допустим у нас была гипотеза вот в гипотезах у нас была какая-нибудь там а или б и мы доказывали ну какой-то цепь да вот тип типичные так сказать коковский это самый мы его с помощью элим аж разбирали как ну или машин трасс разбирали как аж ну вот как уже говорилось аж а или б аж 1 1 1 и а то же самое а тоже h1 2 значимого б а дается то есть когда вы доказывали используя дизъюнкцию какое-то цепь то мы значит фактически смотрели на такой петер мэтчинг да мы смотрели что вот этот объект аж он имеет вот такой вот тип как он построен ну либо с помощью вот этого или с помощью вот это и есть суть индуктивности да то есть фактически здесь в этом элим аж применялась операция ор-инт который мы даже можем здесь вот ее выписать она будет выглядеть вот так значит что здесь происходит здесь значит говорится что если из а следует по из б следует по той дизъюнкции следует по но это мы можем делать только если вот это c само по себе тоже имеет тип проб то есть мы доказываем что а вот если мы хотим построить и это мы будем с вами видеть уже на следующем занятии какой-то объект то есть что-то типа set то вот такой разбор делать нельзя дело в том что что такое аж имеет тип а 2 . h это доказательство вот этого а стрелка в а так сказать мы пытаемся что-то построить и нам дано что верна дизъюнк но мы не имеем права пользоваться детальными ее доказательств при построении каких-то объектов формально это выражается отсутствием как говорится так называемого рекурса то есть мы не можем стать вот так но мы не можем написать вот так такого нет то есть это мы не можем строить объекты исходя из это такой некий неприятный момент но зато он позволяет делать вот что если вы доказали какое-то утверждение и с помощью него вы строите объекты какими-то свойствами то впоследствии можете поменять доказательства этого утверждения построение этих объектов от этого не изменится то есть мы как бы не зависим от деталей доказательства что делать случае когда нам все-таки это нужно мы обсудим следующий раз вот это значит такое вот тоже то есть индуктивно определяется также есть x это существование соответственно тут тоже ну выглядит довольно дико в прошлый раз мы обсуждали это на самом деле правильный правильный конструктор для значит сквантра существования то есть он принимает два объекта на вход объект x и доказательства того что x это действительно объект типа p ну типа п а что для икса верно утверждение p и соответственно возвращает результат что существует x y p и то что мы обсудим сейчас так сказать это такое тоже довольно важный момент это как у нас а равенство в кофе работает ну как мы уже видели мы с равенством работали мы помнишь у нас были тактики какие то реки кивити так сказать там транзитивити можно было использовать неуверенно сделали могли делать и а значит еще было симметрии на самом деле можно было переставлять на самом деле мы этого не делали вместо этого мы использовали тактики реврай там replace значит были всякие тактику такие я на самом симметричность равенства использовалась но давайте посмотрим как это все-таки внутри а именно я напишу вот что print ехал вот появился индуктивный тип на что здесь написано здесь на вот здесь написано вот здесь написано x равно x здесь написано е q x значит а это просто как обычное сокращение тоже было квантер или дизюнкция то есть что здесь написано фактически мы постулируем только рефлексивность равенства и все казалось бы да то есть ну вроде как это должно быть мало то есть мы говорим просто что x равен самому себе всегда но почему это может сработать почему это помогает то есть ну а здесь написано что что у нас значит такой вот чего такой хитрый значит объект написан да то есть а это тип то есть е q определяется на произвольных типах на самом деле это как я уже там иерархии типов есть серия и кушек ну давайте представим что мы на множество это делаем то есть равенство двух множеств может быть сет представлять себе что написано дальше какая-то странная вещь еще на вход ему подается объект какой-то x что это за объект такой и он возвращает астрелка про то есть на самом деле вот как бы под капотом выглядит это вот так что у нас на самом деле а нету никакого единого яку а есть вот что у нас есть дефу а x вот такой вот объект у нас имеется он имеет тип а значит а а стрелка проб и это операция это значит предикат на а на нашем будешь то множестве а на типе а который говорит следующее значит он говорит быть равным фиксируем первый аргумент да и бегает второй то есть мы говорим что вот такое вот если это еху а x применить какому-то игреку то это говорит что игрек равен их ну точнее на самом деле вот так написать x равен ну формально говоря как бы разные вещи пока что но значит вот так значит и здесь мы говорим следующее что у нас а значит есть это это индуктивный тип индуктивный объект то есть вот этот объект вот эта штука уже имеет тип естественно проб да и поскольку проб это универсум то в универсум мы можем определить его как индуктивный тип вот такой уже еху а x примененный к игреку ну эти скобки на самом деле их можно опустить по нашим соглашениям мы их оставили здесь для ясности и теперь мы говорим следующее что в этом объекте в этом вот еху а x и игрек в нем что живет но в нем живут так сказать свидетельство того что вот это верно да так сказать а какое может верное свидетельство того что объекты а ну равны значит если игре то же самое что их что в нем живет вот это вот рефл которая значит живет вот в этом типе а этот тип на самом деле вот это и вот это просто одно и то же синтаксически просто это одинаковая вещь ну он еху заменяет на равно но только здесь написано вот этот вместо игрек написан x то есть если у нас там живет x если это они одинаковые то то наше индуктивное определение населяет его а вот этим еху рефлом а если нет то не населяет и тогда мы как получаем пустой тип то есть получаем соответствующий false а значит это и есть то что нам нужно но дальше есть некая тонкость которая вот это то о чем я глубоко еще говорить не буду об этом нужно много говорить на нашем курсе этого нет на самом деле понятно что коки есть очень мощная система как бы ну вот унификации если он он может как-то понять что здесь нас на самом деле x и вот это второй y это одно и то и тогда он даст нам за ту рефлекси но оказывается как мы сейчас увидим из этого следует значит ну практически все что нам нужно значит а именно прежде всего что нам раз у нас есть индуктивный тип мы можем написать индуктор принтику ну здесь опять же вот он паттер мэтчинг то есть мы говорим следующее что если мы нам дано что е это x равно y то мы можем его сметчить с чем ну второе это игрек 0 ну и соответственно применить этот самый е куриф значит но давайте посмотрим на это это трудно понимать этот паттер мэтчинг посмотрим на результат вот такой тип у нас появился что здесь написано но для всех а и x так далее мы говорим следующее что если верно p от x то для всех равных y мы получаем p от игре правильно то есть это свойство быть этим самым быть конкуренции как говорится что любой предикат на множество на типе на случай а значит он если он верен на иксе он верен на всех равных ему игрек любой предикат уважает разница и на самом деле фактически как мы всегда видели вот это индуктивное определение так хорошо устроены что они значит дают нужные нам принципы то есть как раз вот этот индуктор если это был допустим конюнкции дизюнкции он давал нам нужные принципы про дизюнкции конъюнкции если это был квадрат существовал нам соответствующие аксиому из классической логики про существования ну и так далее и тут на самом деле можем уже как теорему доказать допустим трензитивно это чтобы они пересекалась с уже известными опять же для всех а типа а а значит x равно y и и грек равно за стрелка их с равно за начну интерс конечно же и теперь мне нужно доказать что x равно z а надо что и грек равно z ну и давайте напишем apply еху и на он не знает какой у него значит этого самого дайте его сначала напишем какой должен быть индук индуктор вот этот наш да и что такое а он знает вот он не знаешь такое x а значит чему он должен быть равен мы говорим следующее что мы знаем что у нас а а сейчас значит мы знаем что у нас x равен и грек но чтобы было x равно z но при этом мы знаем что игрек тут на так и порядок как-то правильно понять тут вы пытаетесь понять что такое п значит а ну давайте прямо так и скажем apply еху и первый аргумент у него это а значит у нас есть свойства у нас а игрек равен z а при этом значит и дано что игрек равен z и для игрека это верно значит будет верно и для z и мы говорим следующее значит еху инк а в качестве икса мы берем игрек а в качестве этого мы берем следующая функция которая по ну по какому-то t возвращает значит быть равным иксу но эта функция это же и есть и тут нет а это есть я куда ну нет это яку икс на самом деле ну да я каек да но сейчас мы где-то тут пробрались потому что мы в чуть-чуть не в том порядке написали значит у нас здесь было игрек из тайп ай-экспекты тухов видимо нам нужно здесь два раза написать а что такое нет там а стрелка пропаду хочет то есть нет он чаще сейчас 5 вот уекуин вот такая сигнатура это вот вечно и в коке проблему что-то там скрывает и на самом деле не топишь что надо здесь на бизнес следующее для всякого а из типов из типов для всякого икса из а и функции казалось бы здесь все должно быть нормально чего ему не нравится не очень понимаю или может быть он хочет а он вернет на на не то да то есть ему еще нужно он вернет for all он вернет for all да а нам нужно вернуть ну видимо на он его еще надо сказать 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 что это за это должно быть да вот так нет термин он игрек ему не нравится почему-то она ему надо а убрать давайте вообще все это уберем он а а он видимо по умолчанию положил вот да все как все сработало то есть он он а он его как бы уже знает и не хочет его да то есть он говорит следующее что вот я хочу доказать x равно z а теперь вот доказывать во первых что x равно y а во вторых что y равен z то есть мы хотим сказать что я вот этот y заменю на z пользуюсь тем что он ему равен ну и это конечно уже а сам шина и теперь можно точно также доказать симметричный значит здесь опять же интерес теперь что вам уже должны сказать здесь ну а плая опять же там там мы должны все секре фиксивности наверное свести да мы с вами заменим мы 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 игре у нас и мы хотим доказать y x удовлетворяет предикату быть равным y а мы пользуясь равенство в заменим это на y удовлетворяет предиката быть равным y а это рефлексивность по и да ну вот так поймем в каком порядке это но это пока не тонко и даже сказать вот так нет это не то она надо написать вот так может быть вот так нет тоже не то что же нам нужно сделать давайте опять же черный же принт чтобы понять что нам нужно на самом деле да то есть смотрите нам нужно построить предикат у нас дано что x равно y мы хотим заменить значит какой у нас должен быть п да мы хотим их не туда это y равно да это y равно то есть значит соответственно funt y равно t это будет 2 а 1 значит apply и q-int первый должен быть наверное все таки сам x да да пробуем x или или y но у нас выбора то мало здесь добавили и так нельзя начать здесь y напишу да вот это опять там y равно x появился давайте еще раз посмотрим то есть мы хотим доказать что y равен x мы говорим что у нас есть предикат п который y равен п это значит соответственно fun x funt y равен т соответственно нам может нам нужно что нам нужно сказать нам нужно сказать нам нужно сказать нам дано что а а а не наверное нам нужно все таки нам нужно чтобы наш а давайте может быть попробуем так apply q-int x funt а x t равно x нет т равно x так вот так сработало да что мы здесь делали мы мы в другом порядке может как вы говорите тоже можно но это мы что мы можем сказать давайте мы посмотрим на то есть у нас на самом деле наш еку он был такой что x равен чему-то а тут наоборот говорим что t равно x вот такое вот свойство смотрите оно верно для икса а а раз x равно y то он будет верный для y вот оно в еку-инт здесь написано вот значит соответственно это будет apply еку-рефл это еку-рефл это константы которые индуктивные это просто ассамбшин вот ну ку-е-де значит ну понятно что все вот это делать в жизни не нужно то есть это просто показывает что на самом деле наш индуктор позволяет нам то есть на самом деле это кстати тоже такое вот забавное свойство которое редко кто в обычной ситуации вспоминает что на самом деле когда мы определяем ну вот что такое равенство в вычислении первого порядка да как вот на первом курсе учат там говорится что это должно быть рефлексивно транзитивно симметрично а также обладать свойством конкуренции то есть вот этим самым нашим еку-инт правильно который там формулируется ну на формулах да ну или на предикатах оно да вот важно то что там она формулируется на так сказать предикатных символах то есть ну таких атомарных предикатах и поэтому нам отдельно понадобилось так сказать это формулировать для вот этих формул с самим равенством собственно говоря здесь она формулируется для произвольных p то есть это может сложные формулы и с помощью вот этого фан мы можем оттуда абстрагироваться Ну и, соответственно, мы можем, на самом деле, доказать симметричность и транзитивность, просто используя вот эту рефлексивность и свойства высокой конкурентности. С свойства высокой конкурентности вылезает из индуктивного определения как индукта. Вот, понятно этот момент? Ну, хорошо, значит, это вот просто про равенство. Но, соответственно, дальше у нас есть тактики, про которые мы уже говорили, rewrite, например, и replace. Ну, rewrite как раз оно это и делает, оно применяет нашу, то есть это фактически apply вот этого нашего индуктора, правильно? То есть если у нас в гипотезах написано, где-то гипотезы, я здесь напишу, так сказать, что какое-то U равно V, а здесь у нас что-то, что-то, U что-то, что-то, что-то. То как можно это понять? Можно это переписать в виде фан-T, ну, какого-то типа, что-то, 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 примененное к U, правильно? Ну, и вот это фан, вот эту штуку, можно ее написать, все это P. То есть у нас, соответственно, будет PU, а нам нужно, значит, PV. То есть, точнее, нам дано, что U равно V, и если нам дано PV, то PV и U равно V, PV влечет PU. Вот так и работает тактика ревраль, то есть это фактически восприменение нашего индуктора, правильно? А вот все-таки, если возвращаться к стандартному определению логики первого порядка, у нас там еще были функциональные символы и, соответственно, аксиома для функциональных символов. Отличный вопрос. Отличный. Да, сейчас покажем, как это работает. Это замечательно. Есть еще вот такая штука. Да, то есть это все-таки рекурс. Это рекурс, да. Это очень важные и хорошие соображения. И он, кстати, тоже легализует вот этот самый рерайт, если у нас, так сказать, это все находится там, ну, если мы не доказываем, а строим. Вот я все время это говорю, не доказываем, а строим. На самом деле, ну как, что такое доказательство? Доказательство, это мы строим, значит, как его, объекты, да? Доказательство. То есть мы строим объекты типа там, чего-то в универсуме проб. А, значит, этот, можно также, с помощью той же конструкции proof, строить какие-то объекты в типе set. И вот здесь мы видим, что кроме индукторов есть также рекурсоры. Он, он, его вид, вот его тип абсолютно такой же. Он отличается вот только вот в этом месте, где вместо проб написано set. То есть у нас есть не, значит, не функция, не предикат, а функция настоящая. И она написана следующее, что если у нас имеется значение функции для, значит, в точке x, то мы можем с помощью этого e-ку-рек построить значение функции в точке y, просто заменив соответствующее значение. Формально говоря, здесь нигде не сказано, что, значит, это равен, одно и то же значение будет. Давайте, но это тоже можно доказать, используя, давайте, напишем, это congruence. Значит, она говорит следующее, что для любого a, да, пусть будет set, а для любой функции f из a, ну, куда-то, значит, давайте a, b напишем из a в b, а для любого x, y из a, если x равно y, то fx равно fx, да? Давайте доказательства попробуем собрать. Мы как раз будем сейчас, наверное, предикат равенства рассматривать f от x, равно ли f от x. Мы фактически, да, мы не рекурсом, фактически индуктор будем здесь все написать, потому что, опять же, это равенство на уровне предикатных вещей. Значит, давайте тогда, ну, скажем, intras, и чего, apply, eq-int, что дальше, значит, надо сказать? Какой-нибудь там... А вот как, кстати, это доказать-то? Ну, вот нам надо считать либо, что t равно f от y. Ну, смотрите, что можно написать. Мы можем написать такой. x фан t, fx равно ft, что-нибудь такое. И все. Это же тоже предикат некий. Мы говорим, что... Ну, фактически, что бы мы сделали на высоком уровне? Мы сказали бы, ребрайт h, правильно? Заменили бы y на x. Или x на y. А на низком уровне мы говорим следующее. Мы говорим, что у нас вот этот предикат, это свойство, мы можем мыслить это как свойство y. Что функция от этого y равна функции от этого x. Но мы знаем, что y равен x, ну, x равен y. Это означает, что мы можем сказать, что давайте для x это докажем, а потом применим наш этот самый. Ну, мы, собственно, это и делаем. И это будет, соответственно, ну, рефлексивить, я уже тут напишу, но это apply eq-int. А это assumption. Вот так вот. Окей. Ну, давайте все-таки, у нас осталось совсем мало времени, минут 10. Давайте мы вот с равенцем закончим. Если какие-то вопросы, вы их накопите за неделю, и мы их в следующий раз обсудим. Давайте все-таки немножко поговорим про индукцию, потому что нам понадобится это для решения задач. Значит, давайте мы скажем, require import arid, require import lia, на всякий случай. Значит, теперь мы давайте что-нибудь простенькое по индукции докажем. Значит, во-первых, про рекурсивное определение. Ну, как мы видели, у нас имеется вот этот pattern matching. Значит, он пользуется, на самом деле, рекурсором. То есть, мы можем говорить, что если у нас есть объект индуктивного типа, то мы можем соответствующий, значит, написать соответствующий рекурсор. и, ну, его вызвать и получить определение просто разбором по случаям. Я могу написать, например, следующее. Давайте я напишу такое определение, fix point, 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 значит, сумма, a я напишу, а потом поясню. nat, n nat, и напишу здесь следующее. Значит, match n win, дальше здесь будет, ну, o напишу. Ну, давайте 0 напишем. Это то же самое. 0 в 0, чтобы красивее было. А s n' даст такое, значит, сумму a n' плюс a n'. То есть, неформально здесь написано вот, что сумма a n это сумма первых n элементов последовательности a. Да? То есть, у нас последовательность, она, значит, натуральных чисел, и каждый из них, то есть, надо брать с a нулевого до a n-1. Это очень удобно, потому что здесь как раз написано вот, следующий элемент, он будет как раз мы n-кой добавляем. Посмотрим, как он это съест. Все хорошо он определил, но вот тут дожилось некоторое слово gadget on the second argument, про это мы поговорим чуть позже. Но определено корректно. И теперь давайте докажем простенькую теорему. Сам n напишем его. Для всех n натуральных. Ну, я хочу доказать вот что. Сумма чисел от 1 до n равна, так сказать, n на n плюс 1 пополам, да? Ну, и давайте мы только, чтобы пополам не делить, это очень неприятно, 2 умножим на вот эту сумму. А как просуммировать от 1 до n числа? Это надо суммировать тождественное отображение. Надо суммировать тождественное, да. А до чего? Ну, до n плюс 1, правильно? Да, до n плюс 1. Да, или можно еще вот так. Мы суммируем, ну, не с нуля, а с единицей. То есть у нас нулевой элемент единица, первый это двойка и так далее. Тогда их равна n штук. Это то же самое, это не важно. А здесь будет, ну, вот это то, что нужно. Даже плюс 1, по-честному напишем. Это не важно, они все сведутся друг к другу. Давайте будем действовать. Раз, два. Ну, первое, конечно, intros. Теперь что нам нужно сказать? Теперь нам надо разобрать n. Ну, давайте напишем вот такую тактику induction, которая сразу делает и лим, и intros нужные нам. И получили вот это. Значит, тут что? Ну, наверное, даже какая-нибудь тактика авто это возьмет. Да, она его взяла. Значит, здесь вот что можно сказать. Вот тут написано конкретное значение вот этого. Оно, то есть в нуле, да? В нуле мы-то знаем, что оно должно быть равно нулю, правильно? Ну, для того, чтобы вот это разобрать и преобразовать его, мы используем тактику simple. Ну, без e в конце, потому что тут сам я simplify в каком-то смысле. Да, сокращение. Она здесь его разберет до конца. То есть она пытается разобрать индуктивное определение, пока она видит, что то, что справа, с чем-то мэтчится. То есть здесь она его разберет до конца. А вот когда мы здесь ее применим, она просто раскроет sn, сведет его к предыдущему, к предыдущей итерации сам. И на этой итерации она остановится, потому что уже дальше там будет просто переменная n, и ее она не знает, как разбирать это, это ноль или не ноль. Simple говорит нам следующее. И он на самом деле, он очень мощно, пытается разобрать все, что угодно. Здесь написано звездочка, это умножение, плюсик, это сложение. Это же все тоже индуктивные вещи, да? Они где-то внутри библиотеки, определенные рекурсии. А они константные, поэтому их тоже можно разобрать. Она его, значит, симплифицирует. Ну и это, ну тут то, что угодно, ну рефлексивизм, например, написать или авто там, или что-нибудь. Окей, теперь что нужно сказать? Ну опять же simple. Теперь simple. Simple. Получили вот такое, да? То есть у нас здесь оно разобралось, к сожалению, оно, видите, все разобралось слишком яростно, потому что здесь он на две их разбил, а мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы двойка была. По-моему, здесь можно сказать, вот то ли так, сейчас я пытаюсь это сделать, тут вот какой-то синтекс, который я как-то не помню. Вот если я вот так напишу. Да, вот так. То есть я, смотрите, я вам говорю, не пытайся разобрать все, мне нравится, что здесь два умножить на что-то появилось. Значит, тогда я говорю следующее, разбери, упрости только вот эту центральную часть. Вот. Теперь, смотрите, здесь появилось два умножить на сумму, плюс еще что-то, да? Давайте я сразу скажу, к чему я стремлюсь. Я стремлюсь к тому, чтобы слева появилось вот что-то такое. Ну, и плюс еще что-то, может быть, чтобы я мог бы сделать реверс. Реверс. Ну, теперь, наверное, может сработать вот это, ring simplify, раскрыть скобки. Да, отлично. Видите, что он здесь сделал? Он говорит, окей, я беру и раскрываю вот эти скобки. Вот эту штуку ring simplify мыслит как черный ящик. Он не знает, что это такое, это какое-то применение какой-то индуктивно заданной функции, а все остальное это кольцевые операции. Ну, полукольцевые, если быть точно, потому что мы работаем в универсуме, в типе над, не в целых числах. Ring simplify дает нам вот это. Ну, и теперь уже мы с полным правом что говорим? Rebride. Да, мы говорим Rebride. H и HN. И HN это индуктивное предположение. Ну, и теперь, смотрите, это равенство уже никаких сумм не содержит. И как его доказать? Ну, чем-нибудь кольцо оно вернуло. Ну, как кольцом, да. То есть, можно прямо сказать, ring это полукольцевое равенство, и тактика ринга его съест. Эти мощные тактики, вот ring, а еще у нас есть тактика lia, которую мы тоже видели с вами, еще не раз увидим. Они позволяют простые вещи делать автоматически. Доказывать вот такую штуку вручную, это застрелиться. Нам нужно применять кучу равенств, типа там, дистрибутивности умножения, отсидностоложения, там, коммутативности сложения, коммутативности умножения и так далее. Звучим в нужном порядке, чтобы оно сошлось. Тактика ring все это берет на себя, и мы получили, значит, на этом мы, значит, этот пример закончили. И давайте, значит, мы сейчас посмотрим, какие задачи из нашего задачника будут нам полезны. Будет новый листок, сейчас я его покажу. Мы немножко меньше сегодня успели, чем я планировал, поэтому я сейчас скажу, что нужно брать, а что не надо. Значит, вот он, индукция в натуральных числах. Итак, мы сегодня успели немножко меньше, чем мы планировали. Что мы не успели, это, значит, мы не успели про целые числа поговорить. И поэтому некоторые задачи, ну, вот такие, как шестая, например, здесь, они для нас будут недоступны. Ну, а также мы не поговорили про неравенство совсем. Поэтому давайте мы с вами выберем отсюда задачки, которые мы готовы сейчас, которые вы готовы решать дома. Значит, это будут задачки номер один, разумеется, потому что, ну, это аналогично тому, что мы сегодня делали. Задача номер два, это такой дискретный аналог, если вы знаете, теоремы Фубини, да, то есть, что можно переставлять, ну, в теореме Фубини можно знаки интеграла переставлять, и там некое условие было, что там двойной интеграл должен существовать. Здесь сумма конечная, естественно, всегда это сойдется, ну, вот такая теорема. Значит, кроме того, есть задачи номер семь и восемь, давайте из них выберем задачу номер восемь, значит, попробуйте ее решить. Седьмой, потому что здесь минус один появляется, это лучше делать целых числах, разумеется. Ну, вот восьмой, вроде как, должно получиться. Ну, деление мы с вами уже обсуждали, это, значит, существует такое, Q, что там верно равен. И давайте посмотрим также задачу номер девять. Здесь тоже все должно получиться. Здесь, кроме суммы, возникает также произведение, ну, а возведение в степень пишется в натуральных числах, естественным образом, два, циркумфлекс, ну, а дальше вот то, что там должно быть, вот это вот, то, что мы вводим в степень. Вот. Ну, давайте тогда вот эти вот, ну, и можете подумать на задаче номер три или там четыре, это не обязательно для вас, но, значит, тоже может быть полезно. Вот. Это то, что у нас остается в качестве домашнего задания. Где находится этот файл? Ну, вот тут есть его адрес, я его опубликую на страничке курса вместе с официальной ссылкой на это самое наше домашнее задание. А вот пункт десять и все остальное будут в следующий раз, когда мы обсудим целые числа в КОКе. Значит, ну, на этом мы готовы, в принципе, завершать нашу работу на сегодня. Если есть какие-то вопросы, замечания, то давайте их сейчас обсудим. Вот. Ну, а если нет, то тогда я анонсирую, что будет в следующий раз. Значит, в следующий раз мы обсудим тип Z, тип целых чисел. Чем он будет лучше? Он будет лучше тем, что в нем числа, во-первых, отрицательные числа, что само по себе замечательно, а во-вторых, в нем числа будут представляться не в унарной записи, как мы в NAT видели, а в бинарной. То есть этот тип намного эффективнее и быстрее. Это будет первое наше соображение, а второе будет, что мы перейдем к вопросу извлечения программного кода и фактически к, ну, как бы нашему уже такому финальному программистскому домашнему заданию, которое будет в самом конце нашего курса. Вот. Ну, а на сегодня-то спасибо за внимание и мы встречаемся через две недели по расписанию. Субтитры создавал DimaTorzok